На сезон 2015 года есть вообще надежды какие-то? Да, у нас всегда надежда, конечно. Россия большая матушка. Предпосылки какие-то есть к тому, что сезон... Сезон будет очень хороший, потому что всю зиму люди ехали, были зимой люди, отработали зиму. Вы зимой работали? Конечно. Вот и стартовал летний короткий сезон 2015 года. Какие надежды у предпринимателей? Что они от него ожидают? Сейчас мы постараемся узнать. Наемные работники сейчас откуда они? Если есть. Местные, только местные. А раньше тоже местные были? У меня есть только с местными. У меня свои друзья, товарищи, приятели. В основном только местные работники. Местные жители хотят работать вообще? Конечно, все. Проявляют желания? Конечно. Проверками никакими никто не мучает? Ну, в СССР ездили, проверяли наемников, проверяли патенты. А с какими трудностями сталкиваетесь сейчас при работе? Ни с какими. Немножко недопонимание. Пока в российское законодательство войдешь с этими отчетностями. А так, в принципе, все хорошо. Массандрские вина. Сувенирчики. Ну, скажем так, в этом году, я так думаю, если мы в прошлом году вышли на 30% от обычной прибыли, то в этом году, я надеюсь, ну, может быть, покушать заработаем, если то и спасибо. Я вот так считаю. Ну, то есть раньше, в былые времена, вы больше зарабатывали, получается? Ну, разумеется. Ощутимо было? Ну, количество людей, оно же видно, вот, видите, мы стоим с вами, разговариваем, а очередь не стоит. Нет никого. Раньше в это время у вас уже были люди? Ну, немного. Немного. Стабильно, по чуть-чуть были, конечно. В санаториях была загрузка к процентам 30, и, ну, кто-то люди приезжали, там, понемножку отдыхали. Сейчас я, честно говоря, в санаториях, я не знаю, сколько людей. Почему сейчас меньше людей, как вы можете предположить? Ну, это же очевидно. Просто раньше люди могли приехать на поезде, а сейчас они это сделать не могут. Как они могут приехать? Только на пароме, если на машине, или на самолете. Скажите, за украинскими туристами, отдыхающими, скучаете? Не хватает? Да, нам. Мы всех туристов любим. Всех гостей, которые к нам приезжали, мы всегда любили и всегда хорошо относились. Откуда бы люди к нам не приезжали? Со всех концов света, и из России, и из Украины, и из Европы, и, ну, со всех концов люди приезжали. Скажите, раньше из Европы много было, ну, и вообще иностранцев каких-нибудь? Очень много. Очень много. Последние годы вообще очень много было поляков, очень много было французов, англичан или англоязычных, я не знаю, может, просто англоязычная страна какая-то, но очень много было. А сейчас? Сейчас их нет просто. Нет вообще? Нет, вообще нет. А как с украинскими туристами дела обстоят? Ну, пока нет. Ну, есть, но очень мало. Очень мало. Раньше все работали девочки у нас с Донецка, с Луганска, с Харькова. Приезжали годами, работали по 10 лет, по 5. А сейчас их просто нет. Мы не можем их и, ну, нам и не выгодно их даже брать на работу. А много работало здесь с Украины людей? Да, практически 90%. Вы сравнили цены выше, чем в Крыму. Это что вы имели? Я имею в виду Симферополь, Центральный Крым больше. Южный берег непонятно. То есть у тебя зарплаты всего 100 полей выше? Нет. Минимальная официальная даже ниже крымской. А цены? 100 рублей или что-то вроде разницы. А цены выше, да, получается? Цены чуть-чуть выше. И как живутся? Как живется людям? Живется. Ну, нормально живется. Все думаете наладится? Я думаю, привыкнем к ценам. А с чем вот связано повышение цен, как вы думаете? Я считаю нечистоплотными местными ритейлерами. Я так считаю. А кто на это может повлиять? На них? На это никто не может. Пока царь не приедет, не разгонит, никто не повлияет. Так, два кофе. Черный. 100 рублей. Как вам сейчас крымские цены на южном берегу Крыма? Мы в шоке. В шоке от того, что они высокие? Высокие, потому что мы привыкли совсем к другим ценам. А вы в Крыму раньше бывали? Мы 12 лет уже в Крыму отдыхаем. Раньше ниже были цены? Да. Гораздо. Мы для коллекции себе привозили вино. Теперь его дешевле купить в Москве. Вы сами из Москвы? Сами из Москвы. Продукты, ну, конечно, они в 4 раза подорожали. Ну, в 2 точно. В 2 где-то точно. Нет, ну, когда я увидела банку кукурузы за 120 рублей, бандюи. А в Москве? За 60. В пещеры ездили по... Где-то 1000 человек отдавали, да? Да, а сейчас 1700. 1700 съездить в пещеры. С одного человека. И детский тоже так же 1700. И взрослый. Так с морщик подорожали тоже. С чем сталкиваются сейчас предприниматели в Крыму? Сталкиваются, начнутся, когда поймут, что сезона не будет. Будет он, не будет. Это 50 и 50. Как для меня, майских вообще не было. У меня кассы на майские были меньше, чем кассы зимой. Что будет дальше, непонятно. Если так панорамно сделаешь в магазин, вот так последние 3 часа. Ни одного человека. Это основная трудность. Раньше в это время побольше было народу? Да. Раз, два, три. Была проверка. Проверили. Вот все в порядке. То есть проверки уже начались? Да. Причем на вопрос, как же там моратория, все дела. Никто ничего не слышал. Скажите, вот цена на мобильную связь. Что с ней сейчас происходит в Крыму? Выбора нет просто. Тарифы. Мало тарифов. И дорого очень звонить. По межгороду дорого. И в страны. Ближайшая в Украину, Молдавию и так далее. А вам нужно звонить в Украину? Нужно, да. Ростовники живут в Украине. Общаемся часто, да. Сейчас, конечно. Стали общаться реже с тем, что нет выбора. Компания МТС не предоставляет такого услуга больше. Для вас это проблема, да? Что в Украину вам тяжело звонить? Проблематично? Проблематично, конечно. Вы хотели бы, чтобы проще это все было? Или вам все равно? Нет, конечно, хотели бы, чтобы было проще, да, дешевле. Мобильная связь была немножко. А вот качество мобильной связи? Качество, в принципе, нормально устраивает. Единственное, что тарифы. А вот с интернетом? С интернетом тоже все туго. Ситуация, вы знаете, сами прекрасно. Расставим все, переезжаем в Севастополь. Там, говорят, 3-3, 3-3 города включились. Интернета просто нет. Скорости нет, и деньги летят. Дорого интернет? Дорого, очень дорого, да. Какие надежды вообще на 15-й год сезона? Ты знаешь, надежды были перед майским праздником. И сейчас что-то затрудняет сказать. Вот раньше была такая примета, что как майские пройдут, так и лето пройдет. Как оно и есть. Было такое, да? Да. В майских праздниках? В майских не было. А что будет дальше? Посмотрим. Посмотрим. Нет, я всегда.